друзья друзья доброе утро 7 мая 2020 года супер погода в хорватии задор бибенье мы сейчас садимся в машину и едем делать затарку для нашего санузла в баухаус значит надо докупить клея термоклей и сделать гидроизоляцию то есть докупить гидроизоляцию и заодно я покажу ценник какой по баухаусу опять же не всех товаров а именно то что мы будем искать и покупать погнали тут супер зеркало стоит видно сразу через зеркало оттуда движение машин этого конечно для чего я думала для женщин идешь идешь поглядела смотрю как выглядишь так мы сейчас поедем немножечко другой дорогой такой до хорошей дорожкой нет море видно да река задор направо все отлично вот мы опять езжаем задор который раз мы уже здесь за эти две недели что здесь наездили по этой дороге каждый день по два раза каждый день когда один когда 2 так что у нас сегодня с бензином цена 95 785 7 рублей 7 85 ли 79 рублей до 79 рублей литр бензина по при учете того что зарплаты в россии в украине немножечко различаются от зарплат хорватских поэтому это для хорватии нормально так сейчас мы едем да мы едем сегодня другой строительный огромный гипермаркет баухаус он находится рядом супернова в задоре здесь как бы везде баннеры везде указатели такой классный нужно в него уже и людей что нет целый день сидеть там кафешки все удобства казалось бы да в строительном магазине можно провести целый день так ну что выходим тележки также берем за две или пять кун суем туда на меня две куны всегда здесь лежат а вот обратите внимание на тележке флажок сверху это пропуск то есть когда ты к шлобауму подъезжаешь он автоматически поднимается и тебе не нужно там чтобы люди его поднимали так погнали ремонт это легко жонглируешь себе там этими молоточками мастерками ах и все само делает прикольно да примерно так у нас происходит там вон сарайки продаются на любой вкус и цвет так выглядит сам маркет в той части в начальной все для дома для сада для комфорта для уюта внешнего рассада там все при все при все при все правая часть это больше строительная вот прямо дрова можно купить давайте маленький обзорчик предлагаем товаров значит катер прогулочный катер лодка я не знаю яхта как угодно бродится бродится лодочка наверное значит длина там проще на цена 16 тысяч 350 рублей то есть сто шестьдесят три тысячи сто шестьдесят три тысячи на русские деньги умножайте на четыре получите есть под мотор плечо дрова дрова по-хорватски дрова это брикет 10 килограмм брикета стоит восемнадцать девяносто то есть 180 рублей 10 килограмм вот дрова уже вот крупные вот это для распаливания запад полу у печи ну то есть для растопки у них даже такое продается 170 рублей за что вы не написано за что а там она пачка в сетках сеточка можем этом сетка ну тоже ведро дров 170 рублей для обогрева дома для печей каминов то есть они тоже в сетках ну да короче 260 рублей обалденно пошли дальше гулять так мы видим качельки и вот такой домик для детишек мечта каждого ребенка если бы я в детстве такой был домик домик детский видишь 2600 рублей может по 26 почти 27 тысяч ну а что для дома нормальная цена для детей да ты без очницы он для Людмилы Трофимовны качели смотри какие не ей надо диванчик качающийся сколько же стоит собачий домик деревянный деревянный да 840 на 862 а какой деревянный неповерно не 1399 13990 рублей я в шоке у нас любой мужик это сколотит с отходов гля гля и крыша у них непромокаемая а вот подешевле вариант 699 за 6500 6500 практически пару можно оливковое дерево приобрести всего за четыре с половиной тысячи кадочки друзья здесь все что для сада вот это вещи вообще обалденные представьте вот такие с бетона они льют ванны и короба вот во дворе ставишь себе у кто в частном доме живет руки помыть здесь ложки помыть мыльце положить краник водичка льется все вот это конечно вещи очень вот виде фонтанчик красиво и тоже ценник вы можете видеть 8 тысяч рублей друзья мои да блин это сделать самому кому-то лед проблемно сделать вот эти деньги месяц жить а то после как купи себе и радуйся наслаждайся вот смотри тоже мы ожидаем интересное дело вот это мне очень вещи нравится их не вот это вообще отдельная история их барбекюшки то есть мангалы у них дело в том что в хорватии запрещено разводить открыто огонь во дворах на улицах на природах и у них везде по дворах вот такие чудо печи стоят мы уже имели радость готовить в такой печи у них камин он называется видишь камин сма они разные поснимать по крупнее разные модели он разборной он собирается с разных частей можно такие вещи собирать больше меньше и так далее вообще вещи потрясающе столик у вас уже готовили шлеоскопа резали уже огонь развелись шлеоскопа резали здесьyorsun вот сразу постоянно у вас кастинг а ну вот то есть получается 829 7290 рублей вот эта вещь вот бы такую себе домой тут полочки можно вставлять выше а где огонь это столик пожалуйста готовь на этом столике на скоро сделано если холодно можно греться здесь и трюмочки поставить со шнапсом мясо готовишь на сам запиваешь молочко 50 тысяч рублей вот красивые варианты смотрите под низом дровишки всегда закрыты сотни из бетона льется во дворы монтируется привозится во дворы все монтируется все готово ребята какая красота барбекю готова модель а здесь вообще да такой вариант все разборное все можете собрать как тоже обалденно по типу мини русская печка так как называется 2 посмотрим я забыл как это правильно называют крушно печь крушно крушно печь я смотрел в ютубе что у них пекут пицца то есть палочка такой кокруску печь вот заграли вытащили и вот самая дорогая вещь думаешь самая дорогая а два стола конечно тоже вылета с бетона да все имитация под дерево под длину тут можно целую свадьбу кормить обалденно видите как без вытяжной трубы а вот дым раз две плиты вот так они перекрывают дай покажу как смотри вот одна плита так другая так и сюда дым и сзади и он бы это тоже все туда уходит да костюм нужна труба если когда есть все из дерева там различные смеси о боже так мы ищем цирюзит нашел так сейчас я подъеду кележкой посмотри так я смотрю по картинке которую мне прислали что купить надо значит вот она гидроизоляция цель 51 200 кун 2000 рублей вот я уже я снял ванны затем циризит 117 это грунтовка тоже нужно походу да да вот она с этой 17 берем грунтовка так и теперь нам нужно найти вот эти еще штучки короче надо найти ленту гидроизоляционную и найти это я не а это такие резиновые квадратики приклеиваются и друзья вот лента такая еще нужно уплотнительная да для гидроизоляции но я посмотрел цену 169 кумов то есть грубо говоря 170 кун 1700 рублей 5 метров 5 метров 1700 рублей мне плохо блин ладно обойдемся без нее 5 метров тряпочки 5 метров тряпки да реально мы ее цели посмотрели что там то есть это лента которая там на кранике одевается вот смотрите обычная лента гидроизоляционная что там гидроизоляционная обычная кстати вот пеленки эти знаешь которые больницах стелят вот эти резиновые зеленые вот это она и пять метров стоят блять 1700 рублей хороший бизнес строительный вот мы купили с визит вот с этой штукой обойдемся вот этой штукой вот тоже самое уплотнительного тоже влагу да не пропускает да ну все в принципе мы затарились чем русская смекалка помогая еще нужно щетки кисточки купить широкие пойдем в общем пока серёжа ищет кисточки восемьдесят девять тысяч рублей о боже в магазине можно испробовать температура воды 35 градусов потрясающе если вам маленькая здесь побольше вот с тентом тут на раз челк на 5 на 7 не знаю где-то примерно так и закрывается сауны домашние однако маловато не подойдет не наш размерчик не русский побольше надо эта часть больше всего нравится в этом магазине вот так что пусть серёжа пока ищет свои кисточки вот еще раз посмотрим ту сторону так а здесь мне еще нравится так 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 мы тогда тут ходили такие готовые варианты санузлов предлагается смотрите душевая кабинка да невидимая прозрачная маленький интересный унитаз негромоский плитка прикольная составленная сейчас в моду вошли вот такие рукомольники видим керамического керамической емкости они негромоские ванны вот тоже можно поставить любой любую часть вашей комнаты комнату удовольствия хоть посередине хоть у окна мне понравилась такая плиточка такая вот золотая красивая класс еще один вариант санузлов зеркало с подсветкой тоже интересно вот мини мини душевая мини унитаз буквально незаметно попадаем в следующую комнату черно-белая как писали интересно душ зачем громоздкие кабинки когда можно сделать вот такой уютный как вам позволяет ваша ванная комната выделить уголок положить хорошую красивую стильную плитку сделать дверь хотите прозрачную хотите матовую матовую все супер так следующее тоже черно-белое решение а вот это интересно смотрите ломаная ванная и ломаная пристроенная душевая кабина да совсем как не много места занимает но это вот решение тоже для у кого нет большого пространства для санузла но кто хочет иметь и ванную и душевую кабинку и может быть помещение то не прямоугольное формы чтобы выкроить какие-то сантиметры пожалуйста вот что значит душевая кабина своими руками то есть можно и вписать в любое пространство вот дом соседний ага здесь нам предлагают такое решение интересное тоже интересно душевая кабина как сделано обзор то есть стекло только вот до этих пор ага здесь не шестойные можете посидеть интересно да посмотрите на каком маленьком пространстве разместилось и боже мой да тут вообще нара полтора на два с копеечкой вот все смотрите и довольно таки много места кислорода а здесь есть все и унитаз и биде и прекрасная ванная умывальник с шкафчиками довольно таки вместительный мистер даже все смотрите прелесть все все компактно здесь мы уже были вот такой нам тропический душ предлагает регулировка температура подача воды добра тоже вот компактный санузел вот можно например на втором этаже если хочется санузел но немного места то вот буквально смотрите на небольшом пространстве разместили мы кстати встречали у хорватов дома где вот убирали работали вот такие мини санузлы очень здорово в другом стиле и напольное зеркало тоже в таком же стиле неплохо да ну конечно кабинки разного формата и стиля предлагаются ну честно говоря они меня не впечатляют мне впечатляет именно вот что-то такое индивидуальное посмотрите она буквально душевая кабинка прозрачная можно сказать невесомая негромоздкая она не загромождает вашу ванную комнату как правило у нас дефицит да место бывает и возьмем кабинку даже самая маленькая самая скромная она уже создает какой-то груз в такой определенной комнате тем более если бы большую поставить ну как-то мне кажется кому что нравится и так же уход очень простой хотя есть кабинки тоже очень простые хотя это все можно делать самим матовая да можно сюда матовая вот кабинка в общем я считаю хорошо когда есть выбор а так а мы были в этой комнате интересный шкаф а были интересный шкаф черный интересно да вот вот даже вот сделали как будто это под мансардной крышей совсем небольшое пространство где бывает что ну мансардная крыша и вроде как там ничто не поставишь а можно вписать вот такую мини ванную смотрите какое вот решение такой ниша уже вы видите небо лежа в ванной комнате такой вариант тропического душа дождя а вот это керамический обогреватель такие производят в Украине классные мы такие заказывали для ребят ну что ж прям не хочется покидать эти прекрасные места скоро будет и у нас в доме такая уютная комнатка честно сказать я обожаю ванные комнаты потому что там вода там свежо там ты получаешь удовольствие от мытья чистенький выходишь посмотрите как это интересно тоже да только часть обложена выделена зона купания здорово а вот отсюда мы начнем а вот тоже интересно по моему здесь мы в японском стиле да вообще интересно а до нас отвлекла вот эта ванна поэтому не обратили внимание ну зайдем ух ты здесь ух ты ух ты ух ты ух ты ух ты ух ты и ух ты на каждом углу ух ты но эти штуки мне не нравятся вообще ужасно ну может потому что я ими не пользуюсь может это удобно конечно а еще тут есть вот такой крутой унитаз вон он видите автоматически вот тут есть фото что он может делать а то есть он делает все исполняет любые желания не будем у него задерживаться ух ты это что у нас здесь умное зеркало температура время нужно управлять климатом наверное у нас музыка супер да а и вот еще смотрите какое простое решение стильно смотрится вот такие сейчас торшера в моде класс настроение поднимается после таких экскурсий ну что господа мы скупились столичка у нас на тележечке всего лишь навсего вот там саля 2 часа приятно удивлены на этом на кассе сколько же это все стоит вот эта лента мы купили ленту по 20 квадратный метр погонный метр мы взяли 25 там на 500 с ума сойти 500 кун только вот это сейчас бы сейчас будем удивлены приятно посмотрим полностью чек вот угли у них продается по 200 по 179 по 200 грамм угли у нас 50 рублей дали с какого магазина или стал здесь 209 210 рублей 3 килограмма супер у них целые артели работают здесь производят эти дрова прям стоят машины дрова колы колят 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 какие тебе надо люди на этом зарабатывают хорошие деньги светофор зеленый горит но зеленый естественно потому что представьте светофор это машинами потому что потому что сюда машина с машинами да люди заезжают машинами вообще балл хаус это огромный город обалдет зайдешь можно целый день гулять не выходя потом в кафе посидеть потом опять пойти погулять ну кафе сейчас закрыта карантин зато мы побывали в таких местах красивых ванных комнатах джакузи можно было бы еще протестировать а ну давай еще выйдем домики поснимаем он там домики вдалеке а я таких обзор до делала сарайки сергея всего обупикали весь его товар выбранный обупикали его сейчас ему делают обычный рачун это обычный расчет без специальных товарных чеков для отчета кому-то надо нам принципе достаточно кассового чека получилась небольшая задержка была ошибочка со счетом нам насчитали 5000 кун я чуть с ума не зашел а в итоге получилось значит смотрите 1403 кун и 10 литр сейчас посмотрим что мы на эти деньги купили там ленточка одна дорогая короче получилось гидроизоляционная у нее один метр стоит 20 рублей вот купили два мешка циризита грунтов значит гидроизоляцию вот эта лента на с ума стоите она стоит 500 кун 5 тысяч рублей 20 метров это просто развод какой-то ванночки кисточки щеточки короче 1400 1400 кун ребят вот это мы купили материала на русские деньги на 14 тысяч рублей на 14 тысяч рублей вы себе представляете меня нет мне плакать хочется честное слово отчасти я в шоке я в шоке от их них цен а с чем ты сравниваешь россии с украиной заработки другие ну кстати не во столько раз насколько все дороже не пропорционально да серёж просто то есть вот это 200 евро ребят вот это вот посмотрите что здесь но не берите мой кошелек и телефон вот этот мальчик губочки щёточки ванночка 20 резита лента гидроизоляция грунтовка с ума сойти ладно давайте загрузим это все у машины пойдем еще посмотрим домики дачные так поеду я поставлю тележку на место и заберу из волшебного приемника 2 хуми иначе так их просто не вытащить вот как приучают людей к порядку в европе рублем рублем и это работает предлагает еще поснимать вот эти микродомики чем сарайки я их называю для хранения инструмента а это не туалет серый туалет за 30 тысяч не за не хотите 30 думаешь это туалет пластика как она мне все это не нравится ребята за 65 тысяч еще один сарай пошли дальше можем и пластиковая планета скоро будем вот деревянный дедушка смотрит ну вот кстати деревянные они не дорогие не дороже не дороже стоят чем пластиковые вот красненькие деревянные такой детям купить детям играться детям на дачу поставили пусть они баллы да деткам классные кровавку и спать могут тут класс спрашивает вы его купите двадцать четыре девятьсот девяносто двадцать четыре девятьсот девяносто двадцать пятьдесят тысяч рублей 250 тысяч рублей ребята 250 у нас открывается нет он закрыт а смотри а тут уже предлагают они а значит тут нарисовано велосипед и тачки ну да косилку поставить какой у них сарай мусорки видишь у них это сарай называется серёж селе за такие деньги можно в россии в украине дом купить и жить в нем какие за такие за за сто сто пятьдесят тысяч да дом купить жилой с газом за сто тысяч купить дом в селе представляете а здесь не пятьдесят тысяч вот это убого удочку так ладно ребят на этом наша экскурсия в баухаусе заканчивается мы садимся в машину и едем домой надо дальше работать все всем спасибо за просмотры за то что были вместе с нами не забудьте пальчик вверх колокольчик следите за новостями пока баухаус мы не говорим тебе прощай мы говорим тебе до новых встреч еще не раз сюда приду потому что ремонт это то что невозможно закончить ни ка гда